Ярославль во время топирования сбежал осужденный. ЧП произошло сегодня на железнодорожной станции. Сотрудникам подразделения УФСИН при задержании преступника пришлось даже применить оружие. Однако достойный информационный повод для СМИ оказался всего лишь учениями. Их на станции Ярославль Главное организовало управление по конвоированию. В эти дни подразделение УФСИН отмечает профессиональный праздник. Службе исполнилось 19 лет. О ее непростых буднях материал моего коллеги Ильи Брабанова. Побег осужденного только легенда учений. В реальных условиях за 19 лет работы Управления по конвоированию подобных ЧП не случалось. Так заявляет руководство. Лишь единожды преступник пытался завладеть оружием конвоира. Однако безрезультатно. Инструктивные занятия проводятся постоянно, ежедневно. При назначении каждого караула. Тренировки в масштабах резерва Управления по конвоированию проводим ежеквартально. Грозный тор для Елены Комиссаровой друг и напарник. В Ярославль в полуторамесячном возрасте щенка привезли из Словакии. Не разлей вода, а не уже больше трех лет. Он очень надежный на самом деле напарник. Я на него полагаюсь просто на 100%. Потому что мне как женщине все-таки тяжело, если что-то, в случае чего догнать. Утренний развод на территории Управления по конвоированию – церемония ежесуточная. В подразделении УФСИН больше 300 человек. А ведь 170 лет назад эти стены служили для других целей – социальных. В середине 19 века здесь располагалась богодельня Леонтьевского храма. Но времена меняются, как и хозяева здания. Теперь главный в этих стенах – полковник Заднепрянов. Управление он возглавляет 8 лет. Прежде всего, конвоирование осужденных по установленным маршрутам как на специальных автомобилях, так и на специальных вагонах. Возим, привозим. Сотрудники находятся у нас в командировках, бывает и по 5, и по 6 дней сопровождают осужденных. От инструктажа начальника к медосмотру врача проходят все сотрудники вне зависимости от должности и звания. Это касается и посещения кабинета психолога. Каждого конвоира специалист проверяет на совместимость в караулах. Если где-то кто-то слабенькую дал, то вся, так называемая, цепь, самая слаженность действий нарушается. То есть, в первую очередь, да, слаженность. В подразделении УФСИН 11 автозаков. У каждого своя вместимость от 15 до 32 человек. И какую камеру при транспортировке в спецавтомобиле займет осужденный, зависит исключительно от режима колонии, определенного судом. Автозак оборудован общей камерой и одиночной камерой. Информация с видеокамеры выходит на жидкокристаллический экран, который находится в кабине у водителя, что позволяет начальнику караула следить за режимом содержания службы и несением службы караула. Ярославские конвоиры этапируют осужденных не только в колонии нашего региона. В автозаках спецконтингент доставляют в ИК Ивановской и Костромской областей. Железной дорогой будущих заключенных везут в отдаленные области. Максимальная загрузка вагона 75 человек. Это кухня, где готовится пища для личного состава караула. Для спецконтингента выдаются специальные пайки. И все же купе, пусть даже сильно отличающиеся от условий для перевозки осужденных, не заменит родных домашних условий. Но такова служба, и выбор в пользу нее каждый сотрудник сделал самостоятельно. Согласно последним данным, за 19 лет работы подразделения УФСИН назначено более 21 тысячи караулов, а перевезено более 700 тысяч осужденных. Это даже больше, чем население Ярославля. Илья Барабанов, Михаил Орлов. Новости города.